ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И душой, и сердцем, и телом. Апостол Лука говорит, что на небесах боль и радости бывает об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Пусть это будет мотивом к исповеди. Порадуйте небеса, порадуйте своего ангела-хранителя и все небесные силы бесплодные. Покаяние, конечно, подразумевает не просто рассказ о содеянном, иначе любой бесенок тогда очень хорошо бы каялся, он много бы рассказал, как много плохого сотворил в течение дня. Покаяние предполагает изменение образа жизни. Но для того, чтобы иметь силы и изменить эту жизнь, необходимо прибегнуть к таинству покаяния. Поведать Господу Богу о том, в чем согрешил, что хочешь исправить, и получить благодатную помощь на исправление этого греха, и на исцеление той раны, которую ты нанес своей душе, привнеся вред ей. «Ибо грех есть синоним вреда». Скажете, батюшка, это грех или не грех? А вред ты себе принес? Принес, значит, грех. Имейте в виду, помните, к чему сводится грех? К вреду. Поэтому, когда церковь говорит, исполняя заповеди, вы говорите в ответ, да что это за принуждение нас к добродетели, вообще кому это все надо? Заповеди – это правила дорожного движения, исполняя которые мы остаемся в живых и не становимся участником дорожных происшествий. Мы не убиваем участников дорожного движения, так и заповедями. Мы себе пользу приносим, исполняя их, и не привносим вреда в жизнь других людей. Поэтому исправление нужно, исполнение заповедей полезно. А священник нужен для того, чтобы быть свидетелем того, что ты раскаялся. И он о страшном суде будет свидетельствовать о том, что грех этот прощен. Ибо мы знаем из жития святых, как бесы смущают переходящую виной мода сбытия душу, говоря, нет тебе покаяния. Ты не говорил об этом никогда. В тебе все это есть. Бог не простит тебя. И мы знаем, что в состоянии души в момент перехода в вечность непростое. Поэтому так нужны молитвы и нужно свидетельство священника. Ибо само Писание говорит, словами двух или трех свидетелей будет утверждено любое слово. Поэтому, если не говорить об этом на исповеди, как ты избавишься от него? В конце концов, он тебя мотивирует даже этот разговор к тому, чтобы исправиться. Ведь если ты будешь священнику каждый раз говорить об одном и том же, в следующий раз, будучи порабощенным в той или иной страсти, ты будешь думать так, может, не надо совершать это грех. Опять идти в храм, опять батюшке говорить, стыдно же. Ладно, не буду. Заметь, есть такой еще психологический момент. Но самое главное, Бог тебе даст в этом таинстве силу бороться с ним. И ты сначала не творишь грех, а со временем, преуспев в этой добродетели, не желаешь этого греха даже совершать. Поэтому не стыдитесь, приходите. Дело несложное. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok